Добрый вечер, дорогие друзья! Наш главный гость сегодня подключился. Я выключаю у всех звук, потому что некоторые разговаривают, не замечая, что у них включен микрофон. Но если вам нужно, вы в любой момент можете его включить. Сегодняшняя наша встреча посвящена наследию нефтяных королей. Людей, чьими средствами, чьими возможностями, чьим талантом, а самое главное, любовью к Баку, был создан и тот же парапет, и та же Николаевская улица, и та же Ольгинская. И вообще весь тот центр Баку, который еще в то время, в начале 20-го столетия, уже назывался маленьким Кавказским Парижем. Потому что все то, что возникло за пределами крепостных стен, собственно, создавалось именно усилиями нефтяных королей. Ведь Баку до 1859 года не был даже губернским центром. Вот эта фотография 1860-х годов, где видна Девичья башня, Николаевский собор у парных ворот, а дальше практически ничего. Это Баку, так сказать, еще до начала нефтяного бума. А вот это уже Баку 1895 года, через 30 лет, когда население города выросло с 14,5 тысяч в 1872 году до 143 тысяч в 1903 году. А тут уже мы видим такой реальный сити, город Али-Инино. Вот это вот, так сказать, ядро крепости в окружении вот этой вот вне крепостной части города, которая, собственно, создавалась знаменитыми бакинскими нефтяными королями. И, собственно, нефтяной бум в Баку берет свой отчет с 1872 года. Это не потому, что кто-то обнаружил нефть. Нефть в Баку добывалась издрелью. Вот буквально на этой неделе был выставлен наш фильм о Балаханы, где, кстати, есть информация о вашем дедушке Иосиф Борисович. Это автор первого памятника Сабиру. Так вот, в селении Балаханы первый колодец был прорыт в 1594 году мастером Аллахьяром Мамбадну Раулы. Это был год, когда была поставлена опера «Ромео и Джульетта». То есть во времена Шекспира в Баку конкретно рыли нефтяные колодцы. Причем шекспировские произведения до сих пор распариваются в плане авторства. А у каждого Балаханского колодца был свой мастер и было свое имя. Ханафи, Бичаги, Хейдари, Шихи. То есть, понимаете, традиции рытья колодцева, они были давнишними, но в 1846 году статский советник, действительно статский советник Семенов вместе с инженером Алексеевым роют первую скважину на Бибе и Бате. Вот сейчас приблизительно в том месте, где она была прорыта, сделан макет этой скважины недалеко от акватического центра. И считается, что вот это первая скважина в мире. Но до сих пор ведется спор, все-таки где была первая скважина, в Баку или в Пенсильвании? Потому что лицо насчитается 1859 год, полковник Дрейк, Пенсильвания. Вы знаете, если разобраться грамотно в истории, то всему найдется свое место. Первую скважину провели в Баку. Период с 1846 по 1847 годы. Но проблема в чем была? Эта вот скважина на Бибе и Бате, она оказалась малодебитной. И после ее рытья российское правительство, царское правительство при всей его тяжеловесности, оно наложило на это дело большую лапу. То есть был наложен запрет на рытье, это себя не оправдало. У нас же, понимаете, успехи в лучшем случае умалчивались. А неудачные какие-то попытки ввлекли за собой соответствующие, так сказать, оргвыводы. Это еще с царских времен. И вот бурение запрещается. Вот все. Именно в этот период, когда Россия наложила запрет на бурение, в 1859 году полковник Эдвин Дрейк роет свою знаменитую скважину в Пенсильвании, которая почему-то считается первой. Хотя первая была в Баку. А уже в 1871 году на тех же балаханских промыслах Мирзоев доходит до глубины 35 сажен. И тут такой гул из-под земли. Мастер набожный испугался, что это бог гневается. Повелел забросать скважину, вызвал священника, чтобы очистить место. Но не пройдет и года, как в другом месте в Балаханы. Скважина, пробуленная на более скромной глубине, даст такой выход. До 11 тонн нефти в день. И вот тут начинается индустриальная добыча нефти. 1871 год. А в 1872 году царское правительство отменяет откупную систему землепользования. И вот эти вот Балаханские, Сабунчинские, Романинские, Бибейбадские участки нефтеносной земли начинают продаваться с торгов. И вот это был тот самый джин, которого выпустили из бутылки. Вот так вот вырвавшийся джином из бутылки первый бакинский нефтяной бум, великолепием знаменитых бакинских нефтяных фонтанов, преобразит облик этого города. Вот с этого момента начинается период, так сказать, индустриальной добычи нефти, которая впоследствии сделала и Баку, собственно, и центром мировой нефтяной добычи, когда в 1901 году в Баку добывалось без малого 51% мировой добычи нефти. Ну, для большей точности 50,6%. Но, вот что интересно, в Баку в 1901 году было добыто около 51% мировой добычи нефти. Штаты в это время добывали порядка 43%. Но при своих 43% американцы имели гораздо большую доходность. То есть они получали порядка 125 миллионов со своей добычи, а у нас было порядка 25. Прошу прощения, телефонные звонки всегда не вовремя. Так вот, дело в том, что технически Баку не отставал от Соединенных Штатов. В чем-то мы были первыми, в чем-то они были первыми. Хотя, если посмотреть, даже вот в Рысье скважин Баку все-таки имеет первенство. Проблема была в том, что американский рынок был ориентирован на... Американский нефтяной бизнес был ориентирован на американские и европейские рынки. Бакинский нефтяной бизнес был ориентирован на российский рынок. Географически российский рынок был огромен, но он не был настолько развит. В России не было такой потребности в смазочных маслах, в бензине, в дорогостоящих продуктах переработки. Российский рынок был ориентирован на керосин и мазут, а это самые дешевые, самые некачественные, недорогие продукты нефтяной переработки, остаточная переработка. В Баку бензин был добыт, выработку бензина начали в 1877 году по технологии инженера летнего. Вот мне неизвестно, когда начали производить бензин американцу, но вполне возможно, что они это делали позже нас. Но проблема была в том, что российский рынок не имел спроса на бензин. И бакинские газеты с ужасом писали, что с черногородских предприятий в Каспии стекают реки, реки никому не нужного бензина. И практически до Первой мировой войны бакинская нефтяная индустрия имела керосиново-мазутный характер в силу ограниченного спроса российского рынка. Но так или иначе, выработка нефти была колоссальной, доходы были огромными, и пионерами бакинской нефтяной индустрии, безусловно, считаются братья Нобили. Их было три брата. Это Роберт, это Людвиг и гораздо более известный всему миру Альфред Нобиль, младший из братьев, который, кстати, в Баку ни разу так и не побывал. А вот два старших брата сыграют ключевую роль, Роберт и Людвиг. Дело в том, что Роберт Нобиль в 1873 году приехал на Кавказ в поисках орехового дерева. Он не приехал из-за нефти, он не искал нефть, он даже не имел о ней представления. Просто у братьев Нобили была концессия на производство оружия винтовок системе Бердана, и они выстроили второй после Тульского по величине оружейный завод в Ижевске. И когда производство было поставлено, вдруг выяснилась такая маленькая деталь, что оказывается в богатейшей лесами России нет специфического орехового дерева, который идет на приклады. Так что ореховое дерево надо искать вот там, на юге, на Кавказе. И Роберт Нобиль приезжает на Кавказ в поисках орехового дерева. И он, к нашему счастью, не нашел его в коммерческом масштабе. Да, он проехал на севере до Кубы Хусаров, говорят, что он даже и в Ленькаране ездил. Но в коммерческом масштабе ореховое дерево не находит. Породы были подпорчены, местные крестьяне там обрубали ветви и так далее. То есть в коммерческих объемах вот этих вот стволов ореховых деревьев, необходимых для прикладов, не было. К нашему счастью, иначе все эти ореховые плантации были бы просто вырублены. И вот такой несколько расстроенный, обескураженный Роберт Нобиль проезжает через Баку на обратном пути. А это март 1873 года. За три месяца до того, в декабре 1872, Российская империя решилась таки на первые аукционы. Вот первый аукцион был проведен 31 декабря 1872 года. На него выставили порядка 18 нефтяных промыслов. В надежде собрать около полумиллиона рублей. И что вы думали? Первый же нефтяной аукцион приносит 3 миллиона рублей. Это без участия Нобелей, без участия Ротшильдов. Это исключительно местный капитал. 3 миллиона рублей. А 50 лет до этого, с 1820 по 1872 год, казна сдавала участки нефтяносной земли на откуп. Откупщикам на 4 года. За 52 года откупной системы землепользования российская казна собрала всего лишь 6 миллионов рублей. А первый пробный небольшой аукцион приносит половину этой суммы. То есть половину суммы, которую собирали полвека, собрали на первом аукционе. И тут Баку взрывается. И Роберт Лобель оказывается в нужном месте, в нужное время, с хорошей суммой денег. 25 тысяч рублей, которые он вкладывает в приобретение керосинового завода у Тифлисского товарищества. Реакция его братьев поначалу была, мягко говоря, такой шоковой. Они сочли его умалишенным. Они сказали, что ты сделал? Мы послали тебя за ореховым деревом. Что ты привез? Что за керосиновый завод? И вот ему стоило немалых трудов убедить их в том, что вот это вот производство оружия в Ижевске, это концессия. Это 7 лет. Через 7 лет правительство его заберет. А нефть, это серьезно. Это надолго. И так, собственно, оно будет вплоть до конца Российской империи. До ее падения в 1917 году Нобили уже окончательно свернул свою деятельность в 1919. Но в 1876, через три года после своего первого появления в Баку, Роберт Нобиль привозит сюда Людвига Нобиля, своего среднего брата. И вот после этого бразды правления переходят к Людвигу Нобилю, а затем это дело продолжит его сын, Эммануил Людвигович Нобиль, после смерти своего отца. Сам Альфред в Баку не приехал ни разу. Он считал ветреный климат Баку с его тропической жарой слишком тяжелым для его и без того слабого здоровья. Но, тем не менее, Альфред был пайщиком компании. Альфред внес определенную сумму. Альфред помогал техническими нововведениями. У него даже были постоянные трения с Людвигом на почве того, что Альфред не мог заполучить обратно своих денег. Потому что нефтяной бизнес развивался с силой туго сжатой пружины. И Людвигу Нобилю нужны были постоянные оборотные средства. И он не всегда мог, так сказать, извлечь их из общего оборота, чтобы вернуть долг Альфреду. Но, так или иначе, закручивается грандиозный маховик Нобелевской компании. В 1979 году братья Нобели инкорпорируют товарищество нефтяного производства братьев Нобель. Эта компания была рождена, чтобы стать гигантом. Этой компании было, так сказать, предначертано грандиознейшее будущее. Я не буду тут даваться в особые подробности, но, посмотрите, компания, образованная в 1979 году, выпускала до 17,7% всей российской нефти и 8,6% мировой нефти к 1899 году. То есть через 20 лет Нобелевская компания, это только по добыче в России и в мировом масштабе. А вот по выпуску керосина Нобели производили и экспортировали до 50% всего российского керосина в 1899 году. И это, конечно же, было в основном благодаря усилиям Людвига Нобеля, среднего брата, а далее после его смерти в 1888 году, Эммануила Нобеля. Вот именно Нобелями создается вот этот уникальный, первый в Российской империи пример грамотного, четкого, спланированного индустриального градостроительства. Когда на выгодных землях селения Кешля выстраивается вот этот знаменитый черный город с четкой, грамотной сеткой улиц. Я посылал Яни Ханун наш недавний фильм о черном городе. Вот там есть и карта черного города, и, так сказать, его планирование и так далее. Вот. Причем за черным городом начинался уже далее еще один индустриальный городок, который назывался Белый город. Тот был построен уже более солидно. Черный город немножко был, понимаете, примитивным. Там были еще те старообразные вот эти вот геросиновые заводы и так далее, которые коптили так, что вот это место, собственно, и получает название черного города. В Белом городе все было намного стильнее, цивильнее, солиднее. Высокие трубы, отводившие выхлопы в более высокие атмосферные слои и так далее. Вот это все создавалось Нобелями. Это была их империя по переработке нефти. Но Нобели пошли дальше. Они хотели стать монопольными производителями керосина и всех нефтепродуктов с тем, чтобы все бакинские фирмы продавали сырую нефть им, а уже они имели монополию на переработку. Но не тут-то было. Возникает антинобелевское движение, которое объединяет бакинских нефтепромышленников, ВГЭ которых становится тот же Тагиев, против монополии Нобелей. И таким образом удалось как-то общими усилиями слегка сбалансировать попытки Нобелей монополизировать не производство сырой нефти, а ее переработку. А это куда как более доходная сфера. А именно Нобелями достигаются наиболее яркие, так сказать, технические новшества, как в плане переработки нефти, так и в плане перераспортировки. В 1879 году, в год образования компании, впервые в Российской империи будет проложен трубопровод, о котором в свое время, в 1860-е годы, говорил Дмитрий Иванович Менделеев, потому что он не понимал, как это можно, нефть транспортировать бурдюками или арбами с промыслов до заводов. Так вот, Нобеля проводит 14-дюймовый трубопровод 14-верстной, так сказать, протяженности. И Балаханы связываются с Черным городом, первой ветвью трубопровода в Российской империи. То есть они были действительно пионерами. Но компания росла очень бурными темпами. Причем большинство членов компании, они не были даже российскими подданными. Это были шведы, это были датчане, это были норвежцы. Им нужно было создать относительно удовольствия существования в городе, климатические, я бы сказал, климатерические особенности климата которого совершенно не соответствовали нордическому характеру. И вот отсутствие зелени, особенно подавляло скандинаву. Посмотрите, что делают Нобели. На стыке между черным и белым городками создается маленький райский оазис под названием «Вилла Петролия». Вот это знаменитая нефтяная вилла, впоследствии парк Ротефане, затем парк Низами. Но это был знаменитый Нобелевский сад, для разбивки которого в Нобеле завозят свыше 80 тысяч деревьев и саженцев. Они привозят в Баку ботаника из Варшавы Эдуарда Бекле, который был известен планировкой садово-парковой культуры Варшавы. И он высаживал здесь деревья не елку к палке, как у нас иногда, а учитывая симбиозы и так далее. И когда практически все было высажено, обнаружилось, что вау, а чем это все поливать? Артезианской воды не хватает. Опресненная вода на полив не годится. Кстати, Нобелями в Баку были применены первые опреснители, на одном из которых, кстати, работал Федор Иванович Шаляпин, будучи грузчиком в Баку в свои ранние годы, но это тема отдельного разговора. Чем поливать парк? Везти поливную землю и воду из Волги? Нобели ввели правило, по которому порожние танкеры вместо балласта, в качестве которого обычно использовался песок, везли чины с поливной водой. Но это было чертовски дорого. Это было нерентабельно. И тут Людвиг Нобель применяет опять свою креативность. У Нобеля к тому времени была очень разветвленная система трубопроводов. Мы говорим о 1881-1882 годах. В 1879 пошел первый трубопровод, а затем Баку буквально покрывается трубопроводами, как венами. Это были те самые кровеносные сосуды, которые доставляли нефть из Балаханы, Сабунчи, Сураханы на перерабатывающие заводы Нобеля. Так вот, в этих трубопроводах применялся пар. Людвиг Нобель решает конденсировать пар. И воду, конденсированную из пара, отдельной ветвью чистого, неиспачканного нефтью или продуктами трубопровода доставляют виллу петроли. Вы посмотрите, привозные деревья. На привозных деревьях. Привозными деревьями. На привозных землях, потому что плодородные почвы везли из Линкарани. Бакинские почвы к этому не были приспособлены, пригодны. Привозной землей, привозной водой и приглашенным ботаником создается парк, который станет первым солидным общественным парком в Баку. Хотя это был корпоративный парк. Нобелям нужно было создать удовольные условия существования для своих служащих. И вот, пожалуйста, отрывок из письма Густава Тернуда. Это управляющий Нобелевской компанией в Баку. Цитирую. Баку, 10 августа 1882 года. Представляю тебе план нашего будущего дома. Вилла Петроли. В полутора верстах от перерабатывающих заводов за Черным городом между двумя пригорками расположилась великолепная долина, раскрывающаяся к югу, имеющая великолепный вид на море. Здесь нам принадлежит порядка 10 акров земли. И мы строим небольшой поселок для наших офисных служащих. Все дома будут расположены на пригорке, и они будут стоять так, что окна, обращенные на юг и восток, будут иметь вид на море. Дома строятся из великолепного местного песчаника в византийском стиле. Некоторые одноэтажные, некоторые в два этажа. Да, и я чуть было не забыл сказать тебе, это, видимо, письмо жене. Мы устанавливаем очень дорогостоящее оборудование, которое при помощи сжатого воздуха поможет снизить температуру в комнатах вилла Петролия до нормальных 60-68 градусов по Фаренгейту. Это где-то 24-25 градусов, температуре, к которой мы, северяне, так привычны. По завершении, весь поселок обойдется в миллион рублей. Что ты скажешь на это? Не выглядит ли все это как сказка из «Тысячи из одной ночей»? Однако все это правда, свидетельствующий о том, что Людвиг Нобель не пожалел ни денег, ни расхода для того, чтобы сделать Баку приятным местом для нас, северян. Конец цитаты. Густав Тернур, 10 августа 1882 года Баку. Вот, пожалуйста, типичный такой Нобелевский подход. Баку приятным местом для нас, северян. То есть все через призму нас, северян. И в этом была где-то и слабость Нобеля и тоже. Хотя, вначале поговорю о сильных сторонах. Людвиг Нобель был человеком, который первым выдвинул очень интересную концепцию, не утратившую своей значимости по сей день. Ему принадлежит знаменитая фраза «Тот, кто разделяет со мной мои усилия, имеет право разделить со мной мои доходы». То есть, понимаете, вот эта вот концепция корпоративного владения компанией. Еще в 1880-е годы Нобель создает атмосферу, при которой каждый, я не говорю о инженере, о управляющем, каждый маломальски значимый специалист, даже рабочий, квалифицированный, чувствовал себя соучастником процесса, соавтором и соактором. Вот эта концепция «мои служащие- мои коллеги», она принадлежит Людвигу Еммануиловичу Нобелю. Кстати, он же принимал очень активное участие в создании Бакинского отделения Русского императорского технического общества. Это, помните, старое здание Вака на улице Дарвина на углу Снизами, великолепный одноэтажный особнячок, там до сих пор можно на фасаде прочесть буквы Р-И-Т-О, Русское императорское техническое общество. Так вот, именно в создании, в открытии этого общества принимал самое деятельное участие Людвиг Нобел, он выступал там с докладами и так далее. И вот сейчас мы доходим до очень интересной темы, ведь мы же Нобелей знаем в основном. Фамилия Нобель у нас моментально ассоциируется с Нобелевской премией, премией Альфреда Нобеля, который в Баку ни разу собственно и не был, хотя бакинские капиталы составили без малого 20% фонда Нобелевской премии, но об этом чуть позже. Но что интересно, дело не в фондах и не в процентах. Дело в том, что в 1891 году еще за 5 лет до смерти Альфреда Нобеля и за 10 лет до присуждения первых Нобелевских премий, первые премии представлены в 1901 году, а в 1891 году при Бакинском техническом, при Бакинском отделении Русского императского технического общества создается премия имени Людвига Нобеля за наибольшие достижения в нефтедобыче и металлургии. То есть концепция Нобелевской премии в Баку была осуществлена за 10 лет до Альфреда Нобеля. Это была премия имени Людвига Нобеля. Я сейчас точно не могу сказать ее сумму, она была не такой масштабной, как премия Альфреда, но 12 тысяч рублей, но 12 тысяч рублей в то время это были деньги. Опять-таки, в сумме могу ошибиться, если вы посмотрите сюжет, там это более детально указано, но дело, опять-таки, не в цифрах, дело в идее, в концепции. Так вот, за 10 лет до премии Альфреда Нобеля, в Баку уже учреждается Нобелевская премия на премию имени Людвига Эммануиловича Нобеля. Ее активным создателем был сын Эммануил Людвигович Нобель, а в 1904 году компания Петра Мазут и Сидора Шибаева создадут еще одну премию, на этот раз имени Эммануила Людвиговича Нобеля, то есть в Баку были опробированы две Нобелевские премии. Премия имени старшего брата Альфреда Людвига и премия имени его племянника, который, кстати, сыграет далеко не последнюю роль в присуждении Альфредовской премии. Ведь когда Альфред Нобель писал свою премию, человек имел, так сказать, довольно печальный опыт общения с юристами, и он им не доверял по известным причинам, по вполне оправданным причинам, он это звучание писал несколько раз, он переписывал несколько раз, и вот когда он скончался, суммарный, так сказать, капитал, который он завещал в ценные бумаги, с тем, чтобы процентная ставка делилась на пять частей и выдавалась в качестве пяти премий, составлял 33 миллиона шведских крон. Из них 5 миллионов 800 тысяч было взято из России, то есть в основном из бакинского нефтяного бизнеса. То есть, да, в золоте Нобелевской премии Альфреда Нобеля есть отблески бакинского черного золота, но проблема была в том, что семья не хотела расставаться с такой суммой, а у Альфреда не было прямых наследников. Вот тогда семья Нобелей подключила тех самых юристов, которых так опасался Альфред Нобель, с тем, чтобы воспрепятствовать реализации премии Альфреда Нобеля. Пожать, Альфред Нобель скончался в 1996 году, а премию начнут присуждать только в 1901. Пять лет уходят на длительное, муторное, дорогостоящее судебное разбирательство. Семья не хотела расставаться с этой суммой, и в этот момент решающее слово скажет племянник Альфреда, Эммануил Людвигович Нобель, сын Людвига Нобеля. Он нашел себе силы сказать, что семья Нобелей не нуждается в средствах покойного дядюшки Альфреда. И тем самым глава бакинской нефтяной компании, нефтяного товарища братьев Нобель, предрешил реализацию воли своего весьма эксцентричного дяди. Но и тут опять-таки довольно заметна роль бакинских Нобелей. Что же касается технических нововведений Нобелей, то одним из наиболее ярких этих нововведений является первый танкер в мире. Да, насчет нефтяной скважины мы еще можем поспорить с Пенсильванией, хотя у нас есть довольно веские аргументы, но вот тут с нами никто не сравнится. Первый танкер в мире был использован Нобелями в Баку. Почему? Потому что поначалу нефть вывозилась из города бочками. Да, трубопроводами ее доставляли с нефтепромыслов до нефтеперегонных заводов, хотя это тоже новшество, столкнувшееся с довольно яростным сопротивлением перевозчиков. Потому что когда Нобеля решили заменить перевозки арбами или верблюдами трубопроводов, работы теряли огромное количество людей, местных зрителей преимущественно, и они чуть не дырявили этот трубопровод, но колесницу прогресса остановить было невозможно, но так или иначе из Баку, вот посмотрите, нобелевские предприятия в Черном городе, они сплошь заставлены бочками. Нефть везлась бочками в Астрахань. Нефть или переработанный продукт, поэтому собственно нефть до сих пор это вот уникальный продукт, единственный продукт в мире, который измеряется ни тоннами, ни литрами, так вот, именно такими бочками, груженными в трюмы кораблей везли нефть в Астрахань. представляете, эту нефть надо было залить в бочки, потом эти бочки загрузить в трюмы, потом довезти их до Астрахани, потом опорожнить, а еще по ходу, знаете, навигацию на Каспии, корабли трясло, бочки трескались, нефть вытекала в трюмы, вот этот вид нефти, вытекшей в трюмы, наводит Людвига Нобеля на еще одну гениальную идею. А зачем, собственно, тратить деньги на бочки, на вот эту дорогостоящую нерентабельную перевозку, когда нефть можно заполнять в трюмы кораблей. Но трюмы должны быть соответственно к этому подготовлены. И Людвиг Женобель разрабатывает дизайн первого танкера, собственно, тогда он даже не назывался танкером, он назывался нефтеналивной пароход, то есть пароход, который перевозил нефть в Ченах. Это был не цельнокорпусный танкер, с какими мы сейчас имеем дело. А это было судно, в трюмы которого монтировались чаны, которые затем заполнялись нефтью. Вот это судно на российских верфях изготовить не могли. Судно изготавливается в Швеции, в Мутале. Ну, Нобель, конечно, вначале хотел это сделать проще, в Финляндии, но финны немножко такие тяжеловесные. Они на эту идею не особенно быстро откликнулись. Шведы оказались чуть, так сказать, жилее. И вот Нобель в Мутале, Мутала, Бергзунд, такие знаменитые стольгольмские верфи, изготавливает первый корабль. Причем, по сегодняшним меркам это был ну просто игрушечный корабль. Длина 59 метров, измещение 400 тонн, понимаете? А он, собственно, и не мог быть больше, там даже 56 метров, потому что этот корабль же надо было перегонять в Баку. А как его перегонишь? Из Швеции до Балтийского моря понятно. Дальше Ладожское, Онежское озеро понятно. А дальше как Волгу перегонять? Мариинская система каналов. А там шлюзы. И вот чтобы танкер прошел шлюзы, у него должны были быть определенные ограничения по параметрам, не больше 56 метров. Я могу ошибиться, там 56, 59, но танкер перегоняли через Слюх. Причем, чтобы он прошел шлюзы, надо было демонтировать емкости, доставить их отдельной баржей и далее Сормова собирать опять этот танкер, опять монтировать. Это была муторная работа, она заиняло почти год. Но в 1979 году прибывает первый танкер по месту назначения в Баку. И этот танкер будет курсировать чуть ли не в 70 лет. И у него было очень интересное название. Смотрите, первый наливной пароход в мире под названием Зараастер, Заратустра, потому что Нобели читали Ницше, потому что Нобели знали Зараастрийские корни Баку, потому что их логотипом была ротонда храма огнепоклонников Сураханы от Ишкях. Понимаете, поэтому первый танкер получает название Зараастер, но за Зараастером последует Магомед, а за Магомедом последует Моисей, а за Моисеем последует Будда. Понимаете, вот все пророки кроме Иисуса Христа. У меня тоже было как-то несколько святотатств. Посмотрите, у этого танкера была очень интересная судьба. Его затопили в 1947 году во время строительства нефтяных камней. Тогда нужно было создать платформу на дне Каспийского моря, создать, что называется, укрепить морское дно, чтобы крепить сваи для будущих вышек. И вот тогда было решено затопить семь списанных судов. Клара Цеткин, я уже там название сейчас особо не помню, но вот одним из первых судов, семи судов, причем их топили, знаете, как один над другим, один над другим. Вот так вот, чтобы создать волнолом. А потом еще семь суден затопят, чтобы создать базу для крепления вот этих вот свай. И в самом верхнем корабле жили вахтенные рабочие, пока не завершилось строительство самих нефтяных камней. Так вот, у старых нефтяников нефтяные камни назывались не иначе, как остров семи кораблей. яйцегамины над осы. Остров семи кораблей. И вот одним из семи кораблей, на которых и по сей день стоят нефтяные камни, был знаменитый Нобелевский зараз. Первый танкер в мире, изготовленный для Баку, с тем, чтобы потом быть затопленным в Каспийском море для того, чтобы дать жизнь первой офшорной платформе в мире, где Джеймс Бонд в 95-м году снимает World is not enough. Вот вы понимаете, какие интересные хитросплетения бакинской истории, связанные только с семейством Нобелей. То есть, с одной стороны, да, это грандиозное семейство, это новаторы, новаторы и добыча нефти. С их приходом эра вырытых вручную колодцев была, так сказать, забыта раз и навсегда. Нобели привозят в Баку мастеров из Пенсильвании, из Галиции, они используют местный опыт тех же балаханских землекопов и так далее. Они же создают интегрированную компанию, которая объединяла все то, что сейчас называется downstream, midstream, upstream. То есть, добыча, транспортировка, переработка. И Нобели имели рекордное количество голосов в Совете Съезда Бакинских нефтепромышленников, где голоса каждой фирмы определялись не просто одна фирма, один голос, а количеством добытой, переработанной и транспортированной нефти. Чтобы получить один голос, нужно было добывать от 100 до 500 тысяч пудов нефти в год. Чтобы получить второй голос, надо было добывать уже за 2 тысячи, до 2 миллиона пудов. От 100 до 500 тысяч это один голос, а далее второй голос это 2 миллиона, а дальше больше. И такие же квоты по транспортировке и переработке. пудову Нобелей было рекордное количество голосов. В Совете Съезда Бакинских нефтепромышленников они имели 18 голосов. Это была действительно грандиозная компания, которая, собственно, привнесла в Баку индустрию. Она превратила промысел в индустрию. Она создала вот эту передовую по мировым масштабам технологию добычи, переработки, транспортировки нефти, во многих случаях не имевшую аналога, как это сейчас любят говорить в Азербайджане, аналога Олмеан, аталога Олмеан. Но не будем петь Нобелем дифирамбы во всем. Нет, в чем-то, конечно, они их заслуживают, но за пределами Черного города Нобелем не было построено ни одного здания в Баку. Я считаю, что это не делает Нобелем честь. Да, у них был офис в Петербурге на Самсоневой набережной, да, они вкладывали определенные средства в образование. Вот та же дочь Людвига Эмману Челнобеля, Марта Людвига Нобеля, она была одним из спонсоров, как сейчас принято говорить, женского медицинского института в Петербурге, который окончит мать Льва Давид Челандау, Любовь Вениаминна Гаркави. То есть как-то опосредованно вот это бакинское черное золото возвращалось в Баку золотом человеческого капитала, но ведь подобного рода учреждения можно же было открыть их в Баку, можно было что-то построить для города, вот этого, к сожалению, Нобели не делали. Они, видимо, не считали сам Баку местом, заслуживающим сколько-нибудь серьезных инфраструктурных инвестиций. И, кстати, как рассказывал мне покойный Шамиль Сейфович Фатуллаев в Бакинской городской думе местными гласными неоднократно поднимался вопрос о том, что Нобелей надо просто как-то заставить какую-то часть заработанных в Баку капиталов вложить в город, в котором делались эти деньги. Вот интересно, Нобели в каждом своих рабочих видели своего коллегу, а вот контекст они все-таки чувствовали не всегда. И вот именно эту недостающую часть Нобелевской деятельности более чем с лихвой восполнят местные нефтепромышленники, о которых мне также хотелось бы поговорить. А, вы понимаете, когда речь заходит о местных нефтяных королях, первым делом всплывает имя Гаджи Зейнала Дина Таги. Человека, о котором в советское время вообще было не принято говорить. Человека, которого пытались выморать из истории. А потом, когда его как бы сгумировали из исторического небытия, слепили очень жесткий такой имидж глупенького старичка, который разбрасывался деньгами налево и направо. Это ничуть не лучше, чем советское умалчивание Тагиеву. Тот пиетет, те словословия, те дифирамбы, которые упаются сейчас, они порой вызывают еще более негативную реакцию лично у меня, чем попытки советской власти как-то выморать Тагиева из истории. Тагиев был выдающейся личностью, я этого не отрицаю. Но это был продукт своей эпохи. И, кстати, очень интересный продукт. Человек, который родился в семье Башмачника и дослужился до титула действительного статского советника, а ДСС это ни много, ни мало генеральский титул. Вот, пожалуйста, марш генерал Тагиев, автора Кнейдина, персидский марш. А теперь взгляните на генеральскую подпись. О, курица лапой. Любой из нас лучше распишется левой ногой. То есть, не разжевал даже азбуки сою, не освоил грамоты, но именно о нем, как ни странно, в 1863 году пишет Дмитрий Иванович Минтезеев. Причем, что он пишет? Это в словаре Брокгауза и Ефрона есть такая статья «Нефть в технике». Цитирую. Весьма важным местным двигателем бакинского нефтяного дела должно также считать Гаджи Тагиева, который с большой настойчивостью приобретя местность Бибейбак вблизи моря и Баку, начал там бурение, провел много буровых скважин, которые почти все забили фонтанами, устроил обширный завод прямо около добычи, завел свою русскую и заграничную торговлю и дело все время вел с такой осторожностью, что спокойно выдерживал многие кризисы, случавшиеся в Баку, не переставая служить примером того, как при ничтожных средствах, а в 1863 году я знавал господина Тагиева как мелкого подрядчика, но при разумном отношении ко всем операциям нефтяное дело могло служить быстрому накоплению средств. Конец цитаты Дмитрий Менделеев о Тагиеве. Кстати, свой первый нефтяной фонтан Тагиев назвал именем сына Менделеева, Владимира Дмитриевича Менделеева. Ну, конечно, Менделеев писал ему Дефирамбы не эго, это была великая дружба ученого и предпринимателя, двигателя технического прогресса, то есть человека генерирующего идеи и человека притворявшего эти идеи в жизнь. Тагиев был, конечно же, личностью неординарной, хотя, опять-таки, по масштабам своего производства он наступал всем тем нефтепромышленникам, которые пойдут за ним. И Асадулаеву, и Нагиеву, и даже Мухтарову по масштабам припал объемам своего состояния он наступал. Но величие Тагиева не только и не столько в масштабности его состояния, сколько в его прозорливости. Вот человек, о котором писал Менделеев как, ну, о success story, о, так сказать, примере успешного, так сказать, нефтепромышленника в 1897 году свою компанию продает. Вот продает ни с того ничего. Для многих это был гром среди ясного неба. А зачем? Компания вроде ничего, солидная. Вот. Вдруг Тагиев принимает решение продать ее, причем продает англичанам. На базе его компании будет образован трест Олеум. Но что делает Тагиев? Во-первых, он сохраняет с собой какую-то часть акции, вот как говорят азербайджанцы, бармага-галыф, то есть у него что-то там еще оставалось. Но он получает хорошего отступного. И вот эти деньги он вкладывает в огромную хлопковую плантацию в Явлахе, Явлах-мельчей, благодаря которой в 1902 году Тагиев открывает первое на Южном Кавказе текстильное производство. Там больше сколько интересного. Зыгская ткацкая фабрика. В советское время это называлось Ленинским комбинатом. Тагиев открывает принципиально новое производство. И тут на него начинают давить. Это русское индустриальное лобби, братья Морозовы, Орехово-Зуево, Иваново и так далее. Как же, тут же и сырье дешевое, и рабочие силы дешевле, и рынки, и все такое. Хотя Тагиев российский подданный. Но по своим каналам начинается давление. Что вот ситец не надо. А вот такие виды тканей тоже не надо. Тагиев говорит «Разрешите мне выпускать бязь. Простую хлопчатобумажную бязь». Ну хорошо, а что ты на бязи сделаешь? Он говорит «А, это бязи большой рынок. Мусульмане не хоронят в гробах, как и евреи. Дорого. Тело заворачивается в саван и предается земле». Вот так. Так вот Тагиев говорил, что мою бязь будут покупать на всем Ближнем Востоке, потому что она соткана руками мусульман. Вы знаете, как человек на одной бязи мог найти свою нишу. Понимаете? А затем, да, Тагиев вернется в нефтяной бизнес в более поздний период. Кстати, его компаньонами были братья Цатуровы, братья Саркисовы. В нефтяном бизнесе не было этнических проблем. Но Тагиев в 1914 году становится инициатором создания чисто бакинского банка, бакинского купеческого банка. Вот я сколько лет ратую за то, чтобы 14 апреля, день открытия этого банка, была признана днем азербайджанского банкира. Вы скажете, а что, в Баку не было банков? Еще какие бы. В Баку был очень развит банков с Эксета, потому что нефтяная индустрия нуждалась в финансовой подпитке, но все функционировавшие в Баку банки, это были филиалы ведущих российских банков. Волжско-Камского, Русско-Азиатского, Азовско-Донского и так далее, Петербургского. А Тагиев, ну, не один, а с помощью Нагиева, братьев Ашурбековых и так далее, собрав такую небольшую, но составительную компашку, такая могучая кучка азербайджанская, он создает чисто местный банк с уставным капиталом в 5 миллионов рублей в 1914 году. Понимаете, вот тогда Петербургский банк направляет письмо Нагиеву от имени старейшего в России Санкт-Петербургского банка честь имеем поздравить самый молодой, но подающий большие надежды Бакинский купеческий банк. Вот так. А на шикарном роскошном обеде в честь открытия банка произносятся тосты в честь Тагиева и Нагиева, что казалось бы старики, вроде бы и денег достаточно и можно отойти на покой, но именно эти старики молодым фору дадут. То есть понимаете, вот молодая поросль вот этих бизнесменов Баку воздает должное бакинским нефтяным Ахсакалам Тагиеву и Нагиеву. То есть понимаете, вот в какую сферу деятельности в дореволюционном Баку вы бы не взяли, вы можете найти щупальца человека, который не мог вывести собственного имени на бумаги, но создавал то, что сейчас постулируется нашим правительством. Он создавал не нефтяной сектор. Вот именно этот неграмотный человек основал первую на мусульманском Востоке светскую школу для девочек мусульманок на русском языке, назвав ее именем императрицы Александры Федоровны, чтобы ему разрешили открыть школу. И вот в одном из писем, подписанных этой закорючкой, потому что Агик сам писать не умел, можно прочесть, как истинно русский человек, истинно русский человек, Гаджи Зейналадзин Тагиев, обожающий своего монарха, и в этом он не кривил душой, потому что как все серьезные представители бакинского делового мира, в частности мусульманского, он был убежденным монархистом, он любил вертикаль власти, просто вертикаль власти подкачала в конечном итоге, а так он был за хорошую центральную власть. Так вот, как истинно русский человек, обожающий своего монарха, вознамерился я отпраздновать восхождение на престолах императских высочеств Николая Второго Александра Федоровна открытием в Баку первой школы для девочек-мусульманок, которые нижайше прошу разрешить мне назвать именем императрицы Александра Федоровна. Никто скажет нет. Вот эта вот мусульманская школа получает название Александринское Русско-Татарское Педагогическое училище. Ну, мог с ним с названием. Главное, что Тагиеву разрешили эту школу открыть, но в нужных вопросах он встал до конца. По его уставу все девочки, все ученицы и все учительницы должны были быть мусульманками. Хорошо, девочек набрать можно, а где найти столько образованных мусульман к тому времени? Вот поэтому костяк Тагиевской женской школы составят татарки. Первая директриса Мария Мханум Сулькевич, затем супруга Асамбека Зардаби Ханьфа Ханум Меликова, затем Раэля Ханум Терегулова, то есть костяк Тагиевской женской школы составили татарки, у которых уже было солидное российское образование. Школа просуществует до 1918 года, а в здании школы, которую, к счастью, чудом не сожгли дошнаки, потому что здание рядом, Нагиевское, Бакинское, мусульманское выразительное общество, это сейчас президент Академии наук, его сожгут, Исмаилию. Вот школу удалось более-менее как-то спасти, но девочек оставлять не было небезопасно. И вот в 1918 году, ну не в марте, когда резали армяне, а в сентябре, когда в Баку переезжает правительство Азербайджанской республики, здесь будет открыт первый парламент на мусульманском востоке в здании Тагиевской женской школы. А Тагиевский театр, театр мускомедии, в котором была поставлена первая на мусульманском востоке опера Лейли и Меджну. Вы понимаете, когда пришла к власти, когда приходят к власти коммунисты, советская власть пришла в 1920 году, Тагиев не стал ей сопротивляться. Он очень так стоически к этому отнесся, несмотря на то, что он потерял практически все свое имущество, он слезы не пролил. Один из миллионеров, о которых я буду рассказывать, Мухтар, он застрелился, потому что это был слишком большой шок. А Тагиев не пролил слезы. Вот его мусульманская ментальность стоическая, она ему помогла. Он сказал, что я родился в семье башмачника, потому что так было угодно Аллаху. С 10 лет я чесал камни, потому что так было угодно Аллаху. Потом Аллах решил сделать меня богатым человеком. Я разбогател. Сейчас Аллах хочет вернуть мне лбу на бедности быть посему. Он не боролся с ветряными мельницами. Но когда Тагиевский театр, сожженный Дашнаками, несмотря на то, что Тагиев раз в неделю бесплатно сдавал его армянской труппе, его дочь Сара Ханум показывала мне, ну, не оригинал, а фотографию золотой кефары, которую преподнесла Тагиеву армянская труппа в знак благодарности, театр сожгут. В 22-м году его восстановили и тогдашний министр культуры Гадаш Муниадзаде впоследствии репрессированный по воспоминаниям Манафа Сулейманова отправил Мордокяна за Тагиевым на его дачу, который, к счастью, недавно восстановили. Так вот, за Тагиевым на его дачу отправляют конфискованный у него автомобиль, чтобы в конфискованном у него автомобиле привезти его в конфискованный у него театр. Представляете, вообще казуистику. И когда этот старец вошел в театр, публика, не сговариваясь, встала и устроила ему овацию стоя. Хотя театр уже не принадлежал ему. И вот этот вот безмалого столетний старец не смог сдержать слез. Он сказал, что был день, когда я построил этому городу его первый театр. Сегодня этот город мне этот театр вернул. Я старый человек, мне осталось мало жить. Но после того, что я увидел сегодня, я могу спокойно умереть. В 1924 году Гаджизейна Лабдина Тагиева не станет, а затем будет очень долгая череда его забвения. Его супруга Сона Ханум Тагиева, которая, в принципе, была одним из авторов идеи женской школы. Потому что Тагиев знал, что в школе нужно здание, оно построено, в школе нужны деньги. Он вложил средства 125 тысяч неприкосновенным капиталом, а проценты покрывали, так сказать, расходы школы. То есть такая готовая бизнес-модель. Но он был бизнесменом. А контент, контент уже он не знал, как организовывается учебно-воспитательный процесс и исходила из него. И ее далеко не старую женщину выдворят после смерти Тагиева на улице. А у нее было уже умственное помешательство после гибели старшего сына. И одна из первых бакинских леди умрет нищенкой на бакинских улицах в 1932 году. И практически такую же нищенскую жизнь проживет ее дочь Сара и Сурея, которая останется в Баку. А уехавшая дочь Лейла по миграции переживет массу трагедий. То есть вот такая вот история за домом Тагиева. Кстати, сам дворец Тагиева, это сейчас музей истории Азербайджана, который был очень, так сказать, неплохо восстановлен. Там и сейчас ведутся реставрационные работы. И вот в этом доме, к счастью, сейчас появился дом-музей самого Тагиева. Был восстановлен бодуар его супруги и так далее. То есть вот какой-то дух Тагиева, он возрождается в сегодняшнем Баку. Вот этот знаменитый восточный зал, где в романе Али и Нино Ильяс Бек исполняет зажигательную лесгинку с Нино. А вот этот вот знаменитый бодуар сонах. Кстати, владелица такого бодуара, закончить нищенькой на улице. Она попросила милостыню, а затем ушла в немецкую кондитерскую и покупала круассан, потому что не была приучена к грубой пище. У азербайджанцев есть такое выражение кимена в воды, кимена хоре. С чего начинали и чем закончили. Вот в этой трагедии семьи Тагиевых как море в капле воды весь трагизм солитизации Баку, который, конечно же, откроет новую страницу истории этого города. Но помимо Тагиева были и довольно интересные миллионеры, типа того же Шамси Асадулаева, Мусы Нагиева. Если говорить о самых богатых азербайджанских нефтепромышленниках, то, конечно же, с Нагиевым никто сравниться не мог. Он тем, что Нобили имели 18 голосов в Совете съезда нефтепромышленника, а вот один Нагиев имел 10 голосов. Но Нобили это был синдикат, в котором не было ни одного местного, там ни одного российского подданного не было. А Нагиев был таким же неграмотным нефтепромышленником от Сахи, как Тагиев. Но у него была грандиозная добыча, серьезная переработка, транспортировка и так далее. Он был самым богатым из азербайджанцев, о которых рассказывали анекдоты, типа, что это был очень скаридный человек. Понимаете, вот у Манафа Сулейманова описана история, когда он пожертвовал 3 рубля дрожащей рукой на сиротский приют, когда его сын, Айсмайл, пожертвовал сотню. Но это элементы городского фольклора. И когда у Нагиева якобы спросили, а почему твой сын жертвует сотню, а ты самый богатый человек, даешь трешку, говорит, ну моему сыну сам Бог вел, да? Он чей сын? Он сын нефтяного короля. А я чей сын? А я сын Баладжарского банщика. Так что у Азербайджанин до сих пор имеет значение чей вы сын. Но, когда при всех своих миллионах этот сын сельского банщика не сумел спасти единственного сына от чахотки, его сын 27 лет в 1904 году угорает от туберкулеза, вот тогда у отца меняется отношение к деньгам. И самый скаридный из бакинских миллионеров строит самую крупную городскую больницу. Это бывшая Симашка в последствии скорой помощи. Сейчас в этом здании находится Минздрав. Понимаете? Но это была Мусанагиевская больница. Она в плане имеет форму литеры Н. Два больших корпуса параллельные, один в центре их соединяет. Вот это вот построил самый скаридный из бакинских миллионеров. А потеряв сына, этот человек выстраивает здание для бакинского мусульманского благотворительного общества. Того самого общества, которому он жадился дать трешку, то самое общество получает в дар от Нагиева потрясающей красоты венецианское палаццо, спроектированное польским гражданским инженером Осим Касперовичем Плошко наподобие Кадора Венеции. Посмотрите, это Баку и Венеция. Это сейчас Президиум Академии наук Азербайджана, но вы посмотрите, что сделают с этим зданием армяне, а точнее Дашнаки, а точнее 26 бакинских комиссаров, во главе которых стоял Шоумян. Вот этот вот Дашнакско-большевистский альянс всегда для Азербайджана оборачивался жуткими трагедиями. Мартовская резня, в ходе которой Нагиевская Исмаилия становится одним из основных объектов. Вы посмотрите, от здания практически ничего, кроме стен, не осталось. Это здание представляло собой обгоревшие стены. Только в 25-м году это здание будет восстановлено, и там будет проведен первый конгресс Тюркова в 26-м году, на котором будет принята латинская графика. А потом там разместят Академию наук в 45-м году. И вот сейчас в Баку была скандальная история, когда с фасада этого здания стали убирать советские надписи Азербайджана с церей Альмир Академиаса. Слава Богу, это удалось остановить, потому что из песни слов не выкинешь, это часть истории. Но именно в процессе реставрации исчезли коронические росписи с фриза, а на медальонах появятся советские звезды. Каждая эпоха накладывает свой иногда довольно интересный отпечаток. Но что интересно касательно Нагиева, вот о нем рассказывают, что якобы он был скаридным и так далее. Этот человек конкретно вкладывал огромные средства в недвижимость. Потому что он понимал одну простую вещь. Вот если Тагиев пытался диверсифицировать свои капиталы, там вот и Ткацкая фабрика, и банк, кстати, вместе с Нагиевым он внедряется в куринские рыбные промыслы, где безраздельно хозяинчили армяне, Леонозовы, Маиловы. Так вот Нагиев и Тагиев начинают вытеснять армян из рыбного сектора. То есть это была альтернатива, но нефтяными деньгами. Так вот Мусан Агиев считал самым удачным вложением, а собственно сегодня являются очень удачные инвестиции, недвижимость. Именно он вкладывает колоссальные деньги в недвижимость. Он с 2008 по 2010 год выстраивает семь великолепных домов. Это дом, где касса оперного театра, это дом, где был магазин Шахновича, это дома-близнецы напротив кинотеатра Низамин, стиль модерн. Его архитектором был, его гражданским инженером был Иосиф Каспирович Плошков. Если у Тагиева архитектором был Гаславский, то у Нагиева это однозначно Плошка, и вот с ним в Баку приходит модерн. И понятие Мусан Агиевский дом становится брендовым. А ведь вы знаете, вот этническая картина в Баку была очень пестрой. Город, который вырос за 30 лет с 14,5 тысяч до 143 тысяч, а потом каждые 80 лет удваивался населением, он не мог быть этнически однородным. Баку это был конгломерат всего и вся. В 1913 году ни одна этническая община не превышала 36% населения. Самая большая община была, вы не удивляетесь, русская, 36% приходилось на русских. За ними наздря в наздрю азербайджанцы, 34%. Но в неурожайные годы мог быть наплыв крестьян из внутренней губернии России, а азербайджанская община более чем на треть состояла из иранских подбанных, ханшари. Это были этнические азербайджанцы, но выходцы из Южного Азербайджана очень малоимущая прослойка. То есть местные азербайджанцы были 20% населения, бакинцы и того меньше. Поэтому, когда мне сейчас говорят, что в Баку не осталось бакинцев, у меня есть четкая статистика. Господа, сто лет назад бакинцев в Баку было еще меньше. И такова учить всех крупных индустриальных центров. Вот эти вот менее чем 20% населения азербайджанцы имели 81% недвижимости. А русская община при 36% населения имела 6% недвижимости. Почему она была представлена? Потому что она была представлена чиновниками, инженерами, интеллектуалами и рабочими. Средний класс был немногочислен. Русских нефтепромышленников было не так уж и много. Армяне занимали очень такие серьезные позиции. Они составляли, это была третья повышенная община перед еврейской, они составляли 19% населения, они контролировали 11% недвижимости. 11. Но эти 11% приносили 27% доходности. У азербайджанцев был 81% недвижимости, но где-то 50-55% доходности. То есть, опять-таки, по недвижимости можно свидетельствовать о том, что азербайджанцы составляли основу среднего класса, армяне это были upper-middle class, евреи это были upper-middle class, но Баку находился за чертой оседлости и легальность пребывания евреев за чертой оседлости мог поставить под вопрос любой царский чиновник при желании. Что и делалось. Но не для того, чтобы депортировать еврея, а чтобы иметь дополнительные источники дохода, поэтому евреи благоразумно в недвижимость денег не вкладывали, они ее арендовали. Это был очень разумный подход, он себя оправдает в советское время. Но основными владельцами недвижимости были азербайджанцы, армяне. Вот Мусан Агиев это был, конечно, король в области недвижимости. То есть, его фишкой была недвижимость. Хотя, казалось бы, самый жадный, самый скаредный из бакинских миллионеров создает самое яркое архитектурное наследие дореволюционного Бакуи. Вот в этом феномен Агаму Сырина Гиева. Далее, третий, с моей точки зрения, самый интересный, самый яркий, самый такой вальяжный персонаж среди азербайджанских нефтепромышленников чисто внешних. Смотрите, Шамсе Садуларин. Ну, и с той же серией, что Нагиев это Гиев. Сын бедного амираджанского крестьяна. Но это был своеобразный азербайджанский Нобиль. Он внедряется в нефтяной бизнес где-то, когда он был уже под 50. Это же иллюзия, что нефть, это как манна небесная. Посмотрите, и Тагиев, и Нагиев, и Садуларин. Они становились нефтепромышленниками более чем зрелым. Им всем уже было за 50. За плечами уже был жизненный опыт. Вот у него был хороший опыт. Он был приказчиком у Кокарева. Но он стремился к своей самостоятельной деятельности и в 1991 году покупает заявку на нефтяносную землю. Бабах, фонтан! Кстати, Асадуларинский фонтан будет показан в 1988 году императору Александру Третьему во время его посещения Баку. Но Асадуларин понимает, что вот так вот фонтан фонтаном, понимаете, земля, да, возросла в цене, но эту нефть надо собрать и ее надо быстро переработать. Ему удается договориться с Нобелем. А Нобели, как вы уже знаете, были очень охочи до того, чтобы покупать сырую нефть у других. И вот за счет того, что он договаривается с Нобелями, он не сколачивает цикуляции земель. Он начинает переработку нефти. А уже затем у него появляются свои перерабатывающие мощности. У него появятся свои трубопроводы. У Нобелей было порядка 18 верст трубопровода. У Асадуллаева было около 11 верст. Асадуллаев после Нагиева имел следующее количество голосов в Совете Съезда Бакинских нефтепромышленников. То есть он наступал на пятки Нобеля. И дело опять-таки было не в вале, не в производстве, а в концепции. Вот у Нобелей были танкеры Зараастер, Магомед, Моисей, Будда. Асадуллаев спускает на воду нефтеносные шхуны. Африка, Азия, Америка. Три А. Под стать за главный буквой его имени. То есть, понимаете, у него был Нобелевский подход к делу. И вот Асадуллаева в полной мере можно считать таким своеобразным азербайджанским Нобелем. И, кстати, именно этот человек был известен за пределами Баку более чем кто бы то ни был, более чем тот же Тагиев. В 300-летие царственного дома Романовых Тагиев не попал. А Асадуллаеву в этом юбилейном издании 1913 года за 4 года до полного краха империи посвящена целая страница. Вот эта перепечатка из юбилейного издания 300-летия царственного дома Романовых, где пишут, читаю, цитирую, Асадуллаев Аашамси, известный в России и Европе король нефти и керосина, родился в 1940 году в селе Амураджан в бедной персидской семье, а умер миллионером в Ялте 21 апреля 1913 года, даже в день моего рождения умер. Он жил и вырос в стране нефти, где люди благодаря своему природному уму железной воли и энергии с невероятной быстротой превращаются из бедняков в миллионеров. Знаете, вот такой помпезный стиль. А еще половина страницы рядом посвящена его супруге Марии Петровне Асадулаевой Николаевой урожденной. И вот тут мы доходим до главного проклятия жизни Асадулаева, его немезидой. Были две его жены. Вот они. Мусульманка и русская. Причем, посмотрите, какое интересное сходство. Но о сходстве мы поговорим позже. Начнем с мусульманки. Это была очень характерная особа. Знаете, какая классная, такая сильная. Ханун. Хотя такая же простолюденькая, как Асадулаев. Он женился на ее еще не будучи нефтяным королем. И вот, когда он разбогател, она разбухла на его нефтяных дрожах, но в душе она оставалась такой же простолюденькой. Как все ботинки, она материлась. Она агрессивно отторгала все внешние влияния. Она одевалась на восточный манер. Если рядом проходил мужчина, одетый на европейский манер, пахнущий духами, вслед неслись. Пардон, площадные ругательства. Азербайджанские ругательства это не русский мат, которым только слух гладить. Это реальные ругательства. Там самым мягким было последний сукин сын. Понимаете? Вот такая вот была женщина. Вот по образу и подобию своему она взрастила и воспитала трех дебилых дочерей. И что бы вы думали? Ее дочери едва успели выскочить замуж. Сбросили чедру. Стали одеваться от парижских портных, причем гораздо более богато, чем со вкусом, а в своем увлечении модами доходили до того, что броши прикалывали к шевелюрам, благо там было к чему приколоть. Вот говорили на бешеной смеси нижегородского с французским, то есть русского с азербайджанским. И дни, а иногда и ночи напролет резались в покер. Вот вам новое поколение. Следующее поколение семьи Асадулаевых. Новое поколение выбирает покер, но даже это лучше, чем Кока-Кола. Она относилась к этому стоически. Она говорила, Аллаху нещидарь. То есть все в руце Божьей. Вот Аллаху было угодно, чтобы случился этот чертов нефтяной бунт, вот он случился, но ничего не поделаешь. Она не боролась с ветряными мельцами. Она была не дура. Она не меняла себя. И в этом плане она заслуживает какого-то уважения. Знаете, все нужное для ее жизни, она очень интересно была описана в книге ее внучки, Банин, Кавказский днев. Все нужное для жизни и деятельности от Курана до Пардона Автофы поднувального кувшинчика было на расстоянии в этой территории. Она сидела как Будда, как Матрона. Увидеть перед ней закатанного в Плинтус, слугу садовника, было совершенно обычным делом. Она весь дом держала вот так в руке, потому что в доме она была безраздельным хозяином. Но такого плана женщина не могла и не хотела создать пару Асадулаев. Асадулаев был уже этаким светским львом. И вот в этот момент в жизни Шамси Асадулаева появляется неизбежный для каждого не просто состоятельного, а я бы сказал состоявшегося азербайджанца атрибут русской любовницы, который в Баку называли очень интересно матюшка. Это азербайджанская форма произнесения слова матушка. Знаете, вот у каждого не просто состоятельного, а состоявшегося азербайджанца того времени обязательно был этот атрибут. Причем наличие вот этих любовниц пассий от жен не скрывалось. И когда мусульманские жены собирались на свои посиделки, главным предметом спора было нет, вы представляете, мужчины, какие были времена, когда официальные жены спорили у чьего мужа красивее пассия. Вы представляете, какие были благословенные времена. Наша такая красавица. Она не ваша обезьяна, а вот наша красавица. Это, понимаете, типа вот у моего мужа Мерседес, а вот у моего мужа Бентли. Вот так вот. И все было бы хорошо, если бы жена была на своем месте, любовница была бы на своем месте. Но Мария Петровна оказалась женщиной с характером. Она не захотела быть матюшкой. Еще меньше захотела быть второй женой Гареми. И вот она ставит перед Асадуллаевым вопрос ребром. Или, или, выбирай. И вот деликатный, интеллигентный Шамси Асадуллаев оказывается между двух огней. Между женой и пассией. И он делает не совсем правильный выбор. Он женится на любовнице. Этого делать нельзя. На пассии жениться нельзя. А он женится на ней. Он официально разводится с первой женой, от которой была отчада в пять детей. К тому времени уже внуки. От Марии Петровны никого не было. Они были уже в летах. И вот тут его постигает жесточайшая кара. Вдруг процветающая компания 10 голосов в Совете Съезда и Всепромышленников оказываются на грани полного разорения. Почему? А тут подсуетилась первая жена. Все говорили, что гаргыш, проклятие, ничего подобного. Все было очень прозаично. Она уничтожила одну телеграмму. А у Асадулаева была уже к тому времени целая сеть сбыта, отлаженная по всему Поволжью. То есть его сырая нефть или керосин с его заводов шли по так сказать по Волжским городам и каждый день он получал телеграмму. Вот такое-то количество нефти, в такой-то порт, такое-то количество керосина, в такой-то порт. И тут в этом потоке телеграмм потерять одну ничего не стоило. Телеграмма уничтожается, груз не отправляется в порт назначения. В порту назначения не получив груза начинают бомбить телеграмму, что груз не пришел, грузит неустойка. Телеграмма тоже как-то вот уходит налево. Рома подкупила, видимо, какого-то служащего. Нужно было выдержать небольшой промежуток времени, чтобы Асадулаева, как сейчас принято говорить, в криминальных деловых кругах поставили на счетчик. И когда на него обрушилась неустойка, это была такая сумма, что ему пришлось заложить и свои шхуны, и свою недвижимость, и свои заводы. И его ничего не спасало, потому что долг нарастал снежным комом, а закладываемое имущество не покрывало суммы долга. В результате банки отказываются принимать его векселя. Это означало, что Асадулаев разорен, причем разорен своей первой женой, которая прекрасно знала, на что она идет. Она знала, что она рубит сух, на котором сидит сама, но она на это шла, ибо бывшие жены способны на все. И это тоже надо иметь в виду. И вот в этой критической ситуации Асадулаева спасает, как ни странно, тот самый жадный Нагиев. Не щедрый Тагиев, а Нагиев, а почему Тагиев? Дело в том, что Асадулаева помимо трех сыновей, трех дочерей, было два сына. Красивые, солидные, вальяжные, интересные парни, Мирза и Али. У Мирзы вообще были лучшие в Баку усы, а-ля Бисмарк. Так вот, Шамси Асадулаев был человеком очень разумным, женил старшего сына на дочери Нагиева, а младшего сына, это Мирза, а младшего Али, он женил на самой красивой дочери Тагиева. То есть и Тагиев, и Нагиев приходились ему к умовьями. Гуда? Но в самой критической ситуации нещедрый Тагиев, а скаренный Нагиев, глазом не моргнув, выплачивает всю сумму Асадулаевского долга. Асадулаев поднимается, как Феникс из Петла. Но с семьей отношения оборваны. Он езжает в Москву, и вот там он разворачивает грандиозную благотворительную деятельность. В год своей смерти, в 13-м году, он подарил особняк на воздвиженке московским татарам, московским мусульманам, и там до недавнего времени находился татарский культурный центр. Вообще-то, он должен находиться там и сейчас. И вот недавно мне звонила Нигяра Хундова из нашего посольства в Москве и сказала, что она обнаружила уникальные документы принадлежности этого дома Асадулаева и факты его, так сказать, дарения этого дома в московской мусульманской общине. Но вот все эти треволнения в семье, а ведь его семья не оставила ее и там в покое, в Москве. Потому что, когда Асадулаев чувствует, что он уже в летах, что надо подумать о завещании, написал завещание, и половину наследства он отписал русской жене. То есть он сказал, что вот у меня было две семьи, я делю свое наследство пополам. То есть половина жене мусульманки, от которой было пять детей и уже довольно многочисленные, так сказать, отчады внуков, а вторая половина идет второй жене, Марии Петровне. И вот тут родня реально берется за ножи. Потому что мало того, что, понимаете ли, семью разбила, она же еще и деньги вносит. А вот этого простить на Востоке не могут. И вот родня пригрозила расправой, конкретной физической расправой как Асадулаеву, так и его супруге Марии Петровне. И, по-моему, даже было совершено на нее покушение. Вот в этой ситуации Асадулаеву помог Гелировский. Он дружил с Асадулаевским адвокатом Федором Никифоровичем Плевака. И когда он знал всю эту историю, он подал ему гениальную по своей простоте идею. Такое Соломоново решение. Говорит, все можно решить просто. Одной оговоркой завещания, которая должна быть изложена следующим образом. И он пишет буквально там чуть ли не на салфетке. В случае насильственной смерти моей либо моей супруги Марии Петровны Асадулаевой все свое наследство завещаю на нужды благотворительности. каково? В результате помните фильм «Кавказская пленница», когда один из героев говорит «Кто нам мешает, тот нам поможет». В результате та самая семья, которая грозилась расправой Асадулаева и его жене, Мария Петровна начинает их охранять. Асадулаев заказывает грандиозный прием, который Гилеровский описывает, но не в Москве и москвичах, а в записках репортера записывает «Плесечный марш», такого солидного в летах Асадулаева, встречавшего гостей, Марию Петровну, которая приглашала всех отведать язву. А где бы ни появлялись Марию Петровну с Шамси Асадулаевым, их сопровождали «рослые красавцы кавказской наружности», как пишет Гилеровский. Это были сыновья, родственники Асадулаева, которые теперь их охраняли, чтобы, не дай бог, с ними ничего не случилось. Потому что они поняли, что получить 5 миллионов из 10-миллионного состояния это все-таки лучше, чем не получить ничего. Вот так вот, такой интересный поворот судьбы. Но самое интересное, с чего начинали? Посмотрите, надо двух этих женщин. Вот такое впечатление, что это одну и ту же женщину одели в разные костюмы. Но это фотография из 303-й царственного дома Романовых, издания 13-го года, а это фотография из книги Банин «Внучки Асадулаева «Кавказские дни», 1946 год». Посмотрите, какой типаж. Одно лицо. Удивительно. Я уже не говорил аппетитных рельефов их тела. А Марии Петровне писали «Мария Петровна Асадулаева женщина необыкновенной физической и духовной красоты». Это 303-е царственного романовых, царственного дома Романовых. Вы представляете, в чем состояла физическая красота? Там бюст не въехал в объектив. Ну, восточные мужчины это любят. И Асадулаев в этом плане не был исключением. Я его более чем понимаю. Понимаете? Но в принципе это был один и тот же типаж. Ведь сходство не только внешне, не только портретно. Это было сходство характеров. Это было сходство натур. Это, пардон, да простит меня дамская часть публики, при всей своей полярности это были две ипостаси одной и той же потребительской женской сущности. Каждая из них знала, что она хочет. И каждая знала, как этого добиться Асадулаева. И каждая по-своему вила веревки из бедного Ага-Шамси. Поэтому выбор Асадулаева следует рассматривать не как выбор между русской или азербайджанкой, мусульманкой или христианкой, Марией или Мейрансой. Это был выбор образа жизни, который еще задолго до него сделали. И его сыновья, ведшие чисто европейский образ жизни, как писал Абонин, папа руководствовался традицией в той степени, в какой-то не писал ему жить так, как он хочет. А дочери, которые резались покер. То есть Асадулаев был последним, кто сделал этот жизненный выбор. А выбор чувак с характером. Чем позже его делаешь, тем дороже он обходится. Вот этот поздний выбор Асадулаева ему стоил очень дорогого. И все эти три волнения просто так не прошли. Он умер в Ялте 21 апреля 13-го года. Но посмотрите, его похороны вылились, грандиозная манифестация. Крымские татары несли его тело 11 верст от места, где он умер, до ближайшей станции, железнодорожной станции. И когда это увидел Мирза Асадулаев, приехавший принять тело отца, он был шокирован. Он сразу же выписал чек на 2000 рублей на строительство школы и мечети там, где умер отец. А отец еще помогал в издании газеты Тарджуман. А еще, не имея образования, он открыл, основал две стипендии своего имени в Тифийском Александровском Педагогическом Институте. А еще на его средства закончит Петербургский Институт Гражданских Инженеров первый дипломированный азербайджанский архитектор Зевербек Ахмедбеков. В этом человеке было такое уважение, такой почет, такой гермет, что когда его тело прибыло в Баку, десятитысячная толпа дожидалась его на вокзале. Его охраны выльются в грандиозную манифестацию. 3000 рабочих его промыслов, складов, предприятий не работали в несколько дней знак траура по патрону. И на панихиде было произнесено множество речев. 24 серебряных венька от бахчисарайских учителей, от московского благотворительного никитского общества, лично от управляющего промыслами Серопа Айропетовича Бабаева. В бизнесе этнические дела не прохлевали, но этого человека хоронил весь Баку. Вот так уходил Титан. его похоронили в Нагорном парке, а потом могила, к сожалению. Говорят, что в Амираджанах его перезахоронили, но там, где он был захоронен, его сейчас нет, потому что в советское время на месте, где находилось кладбище, где был похоронен Ахсадуллаев, будет разбит знаменитый парк Кирова. Вот так. Вот, кстати, еще одна судьба, а в этой судьбе, как море в капле воды, целая эпоха. Но, пожалуй, самым таким ярким, самым харизматичным где-то из всех бакинских миллионеров был Муртуза Мухтаров. Это был немножко другого клана человека. Если Тагиев вкладывал деньги в не нефтяной сектор, а Нагиев и Асадуллаев, они, как сказать, реализовывали себя в области добычи, переработки, транспортировки. Этот ни добычей, ни переработкой, ни транспортировкой не занимался. Этот занимался бурением. Это был азербайджанский шлюмберже. Человек, который начал с рытья колодцев, вот так вот, как тартальщик, вкладенная работа, но не имея технического образования, он имел колоссальные способности и очень цепкий ум. И он начинает что-то там усовершенствовать, что-то там рацухи предлагать, как сейчас говорят. Поэтому его повышают до уровня промыслового техника, потом промыслового мастера, потом управляющего промыслом. А в 1859 году вместе с братом Бала Эхмедом Муртуза Мухтаров основал компанию подрядного бурения. Понимаете, переработка это уже солиднее, чем добыча. Транспортировка это тоже требует технических навыков, но самые серьезные технические навыки нужны в бурении. Буровых компаний было не много, он был единственным азербайджанцем в буровом бизнесе, но его компания была самой крупной, до 20-25% всего внутрискварженного оборудования. То есть, он производил оборудование, он даже был какой-то патент на штанговый молот или что-то в этом роде. Его компания была самой крупной в Баку. Человек, который начинал с ратья колодца в 1910 году имел 2,5 тысячи рабочих и сборщиков. Биби-Ибадский завод, Сабунчинский завод. В какой-то момент Мухтаров вырастает из бакинских штанишек. Баким, она даргалет. Он начинает бурить в Грозном. И вот поездки из Баку в Грозно и обратно проходили через Владикавказ. Именно там Мухтаров встречает свою благоверную. За каждым из вот у Тагиева была его жена Сона Ханум. Мухтарова была Лиза Ханум Туганова, которую поначалу ему даже отказались родители Лизы, она была дочерью отставного полковника царской армии Ханми Туганова. Такой обедневший гварянский род. Они отказали Мухтарову в святовстве. Они пригласили его на званный ужин, как очень известного человека. А когда он увидел одну из дочерей полковника Туганова и попросил ее руку и сердце, ему, как в олене, но было отказано, очень деликатно, очень культурно, по причине сословного происхождения. Мы, хоть и обедневшие но дворяне, а вот вы, хоть и богатые, но сын простолюдин. И он решает показать, на что способен простолюдин. При средствах и при фантазии. Владикавказская мечеть стоит до сих пор. Эту мечеть Мухтара выстраивает и преподносит, это мне рассказывала Фаиза Туганова, известная гинеколог в Баку, племянница Лизы Ханун. Он преподносит эту мечеть общественности города Владикавказ в лице семьи дворян Туганова. Знаете, какой ход конем? Сразу поднимает их акции и об отказе такому человеку, как господин Мухтаров, не могло быть и речи. Вот тогда Мухтаров привозит свою супругу в Баку, причем везет ее с помпой, везет ее как одной из нефтяных королев, и она таковой и станет. И именно для нее Мухтаров возведет великолепный дворец, где находился дворец бракосочетания. Это дворец Мухтарова в Баку, а это несохранившийся дворец в Берлине, Баку и Берлин. И в этом дворце Лиза Ханун в 1914 году открыла бакинское, дамское, мусульманское благотворительное общество, вот она. А рядом с ней две директрисы Тагиевской женской школы Марьям Ханун Сулькевич и Райля Ханун Терегулова. Понимаете? И именно в этом дворце Мухтаров покончит с собой, когда к нему въедет красноармейцы, где-то пары красноармейцев в 1920 году. Как рассказывает, он застрелил обоих, последнюю пулю себе в висок, а у жены классический булгаковский бег. Не эмиграция, а скорее эвакуация из Баку с турецким консулом. А уже в Стамбуле начинаются мытарства, но там ей удается влиться в русскую эмигрантскую волну, которая выбросит ее в Париж, и в Париже следы теряются. Вот ее племянницы, та же Фаиза Ханун, Геникова, известная, которая принимала четыре поколения бакинцев, включая нашего президента Рагом. Так вот, даже она не могла сказать мне, указать мне дату смерти Лизы Тугановой. То есть эта женщина умерла в полной безвестности. Вот чем не булгаковский бег? За каждым камушком в Баку вас встретит караван историй и лишь печальный их финал им реквиемом мрачном вторе. Но именно в этом здании будет открыт клуб имени Али Байрамова в 20-е годы. Именно этот клуб будет выпускать журнал «Шарь Гадуны». Именно в этом клубе об этом клубе восторженно будет писать Клара Цеткин, мама мирового феминизма, которая писала, что клуб магометанских женщин в Баку служит наглядно свидетельством того, как в восточных женщинах, несмотря на отупляющие условия жизни, на протяжении многих столетий начинает пробуждаться осознание своего человеческого достоинства. Это все происходило в Мухтаровском клубе, в Мухтаровском дворце, пардон, клуба Али Байрамова. То есть, знаете, местные нефтепромышленники, да, они не могли состязаться с нобелями масштабами своего производства, уровнем своих капиталов и так далее, но сегодня мы говорим об их уникальном архитектурном наследии. Нобели создавали технологические новшества, танкеры, трубопроводы, Нобели создавали парки, но это было сугубо для того, чтобы сделать Баку приятным местом для нас, северян. То есть, они не выходили за эти вот нордические рамки. А вот местные нефтепромышленники, многие из которых не разжевали азбуки соль, оставили город. Они оставили этот маленький кавказский Париж, где ни один дом не был похож на другой феномен бакинской архитектуры при вот этой великолепной обработке камня, при филигранной вот этой вот технике резьбы. Он в том, что бакинская архитектура эффектична. Да, архитекторы были поляки, но потом уже появился тот же Зевер Бакахненбеков были и местные архитекторы. Но вот заказчик был такой, что он хотел перешеголять другого. И заказы звучали так, хочу вход как у Тагиева, окно как у Нагиева, кукол как у Мухтарова, дверь как у Асадулаева. Ну, образно. Еще что-то от себя. Понимаете? Вот это вот архитектурное от себя, это оно в руках грамотных польских гражданских инженеров создает феномен бакинской архитектуры эклектичной, но очень сайт-специфичной, привязанной к своему месту и имеющей сходство со своими владельцами. Вот посмотрите, дом Гаджинского и сам Гаджинский. Понимаете, как в доме читается владелец. Вот говорят, собаки похожи на своих владельцев, да? Аллах, минах, минах, царство небесное, Максуд и Брагимбеков со своим мопсом и помонсарат. Кто читает владельца, кто догадался. Я извиняюсь. Да. Я боюсь, что нас могут прерваться, потому что у нас время ограниченное. Тогда я сейчас буквально прочитаю Городницкого и мы можем перейти к вопросам. Да-да, здесь есть вопросы, поэтому я вас прошу быстренько. Вот, пожалуйста, дворец. Знаете, как стать Мухтарова придалась. Это, наверное, архитектура, это уже другая тема. Да. Или Митрофанова, его дом. И вот, когда это все показал Александру Моисеевичу Городницкому, у Городницкого сложился экспромт, бакинские дома. Стою, куда не знаю деться, в Баку на утреннем ветру, дома похожи на владельцев, по облику и понутру. Кичать было и своя санка, и они плывут через века, этот дом венецианский приплыл сюда издалека, а этот голову на бычев надежно в землю эту врос, как новориш нефтедобытчик. Краеугольный, как утес, дома красуются в тумане, прохожим молча говоря, то о коварном шуме, а не то о 20 января. Ровесники былых событий они расскажут об ином, пока очередным указом не обрекут их все на слом. Когда история ветшает, чиновная борзеет рать, их потому уничтожают, чтобы свидетелей убрать. На грани вечного безмолвия, в преддверии вечной синевы дома, как люди, как мухтаров, гибнут стоя, но не склоняют головы. Александр Моисеевич Городицкий. А сейчас, пожалуйста, вопросы. Если у нас останется чуточка времени, я хочу вам прочитать то, что я никогда еще никому не читал. Это посвящение Баку Ангелины Адалес. Аделина Адалес. Но это после вопросов. Пожалуйста. Ну, смотрите, первый вопрос тут, как, только коротко, пожалуйста, потому что здесь много всего. Как закончили свой бизнес в Баку братья Нобель? Они эвакуировались из Баку вовремя. В 19-м году они вовремя уехали. Они оставили все, что было наработано и свернули свою деятельность. Вот начали в 1879 году, в 1918, а в 1919 они окончательно его прекратили. Да. То есть 40 лет. Что вы говорили, и я это вот хотела просто подтвердить, может быть, вы сегодня очень много информации нам дали людям, которые, для кого это новая информация, это трудно переработать, переваривать за одну лекцию. Нам надо было разбить ее на две части. Нам надо было разбить. Я только хочу подчеркнуть вот то, что вы сказали, но я хочу повторить, что Нобели действительно для Баку ничего не делали, они напрямую переводили деньги в швейцарские банки. Нет, 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 нет. Я бы не ставил вопрос такой плоскости, что они ничего не делали. Они создавали прецеденты. Вот они создали парк Вилла Петролия, а потом городская дума освоит городскую набережную. То есть сказать, что они ничего не делали, нельзя. Они создавали интересные примеры. А, окей. в Парватере потом шла городская дума, потом шли те же нефтепрома. Но они не вкладывали средств в развитие самого города. Они развивали индустрию и связанную с этим инфраструктуру. И в этом плане, конечно же, деятельность Нобели в Баку оставляет желать лучшего. Но полностью сбрасывать ее со счетов нельзя. Окей. Теперь я хочу сказать, что вот так случилось, не знаю, поправьте меня, если я не права, что насколько мне известно, армянские нефтепромышленники, они тоже переправляли свои деньги, там, реставрировали Ичмядзин, переправляли свои деньги в швейцарские банки. В основном только вот, насколько мне известно, да, Азербайджанцы. Я просто жила в центре, и я знала, где кто какой дом построил. Строили для своих нужд, а так, чтобы для города, это в основном делали азербайджанцы. Нет, вы знаете, я бы тоже не ставил вопрос такой плоскости. Армяне тоже инвестировали. Тот же Маиловский театр, это были рыбопромышленники Маиловы. Той театр был построен на спор, как-то такая, такая... он назывался Маиловским театром. Да, но... Они инвестировали деньги, но вот эти вот бешеные капиталы, которые складываются у армянской буржуазии в Баку, они начинают сносить армянам крышу. И они начинают под влиянием этой бредовой идеи Великой Армении финансировать деятельность совершенно иного рода. В 1903 году был принят указ, царский указ о реквизиции имущества армянской церкви. Почему? А потому что в армянских церквях собирались огромные склады оружия, там устраивались типографии, то есть армяне внедряются в политическую сферу и финансирование этой очень подрывной для любой империи деятельности осуществлялось за счет тех колоссальных средств, которые армяне имели в бакинском нефтяном бизнесе. Именно поэтому первой русской революции предшествовала реквизиция имущества армянской церкви. А источником финансового пополнения во многом были именно вот эти вот совершенно неуемные, баснословные капиталы, которые имела армянская буржуазия. Она имела гораздо более сильные позиции, чем азербайджанцы в силу объективных и субъективных факторов. Объективно, мы знаем, армяне достаточно предприимчивают. Им постоянно приходилось переезжать с места на место, они очень быстро внедрялись в любую новую среду и так далее. Но были субъективные факторы. Например, по законодательству российскому в бакинском биржевом комитете, а это средоточие деловой жизни, в биржевом комитете из 10 членов количество нехристиан не могло превышать двух. То есть отсекались иудеи и отсекались мусульмане. Русские были пассивны, не имели таких серьезных позиций в нефтяном бизнесе. В результате создавалась ниша царским правительствам, которые заполняли кто? Заполняли армию. И они бешено богатели, но именно это использование средств как бы не по назначению приводит вначале к реквизиции армянских, имущества армянских церквей, зачем последовала серия терактов против российских чиновников, а затем события 1905 года, когда царское правительство пыталось этническим конфликтом сбить армянскую революционность. Но это предмет отдельного разговора. Мне недавно попалась брошюра автора армянина Араратского, которая называется «Подвиги царизма». То есть Армении начинают финансировать революционную деятельность. А вот это российскому правительству не понравилось. Но это был взращенный имиджем монстр, который потом обернулся против самого правительства. Это очень такая, знаете, лихо закрученный сюжет. Мы сейчас не будем уходить в эти... Нам нужно будет еще встретиться для такой темы. Теперь смотрите, у нас по теме Нобеля здесь есть внучка, среди нас присутствует внучка, одного из работников, которые трудились у Нобеля. и вот как это бывает. Я хочу показать фотографию и у меня теперь не получается это сделать. Вам не видно сейчас? Нет. Не видно. Как же это так у меня получилось, что... Здесь присутствует внук одного из крупных сотрудников Нобеля. Это внук... Это не правнук, правнук... правнук этого... Слушай, как я назвал? А, вот, я нашла фотографию. Значит, вот, фотография и... Таня, включите себе звук. А, нет, это не так. Если можно, перешлите ее мне тоже. Я вам перешлите. Информация о дедушке. Да, да. Таня, включите у себя звук и расскажите, пожалуйста. Такая хорошая фотография. Да, да, есть еще фотография. Я покажу, вы пока эту расскажите. Если можно, вы мне перешлите их. Я перешлите. Вы дайте, пожалуйста, адрес электронной почты с информацией, потому что это очень важное для меня, вот эти вот круги по кругу, так и собирается все это. Эта фотография сделана сто лет назад на Малаканской улице, то есть, видимо, в районе Малаканского садика была фотография. Билинский, наверное. А? Билинский? Сейчас вам не видно. Вам сейчас не видно, я показываю фото от Илье. Да, нет, не видно. На обратной стороне. Каковиккин. Каковихин, каковихин, да, был такой. Каковихин, каковихин, да, 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 да. Да. Значит, дедушка работал в компании Нобеля, видимо, на приличной должности, потому что у них был свой выезд. А как звали дедушку, как звали? Фраткин Григорий. Вот фотография каковихина. Фраткин Григорий. Фраткин Григорий. Он был сам по происхождению еврейского происхождения? Да, конечно. Они переехали из Белоруссии в начале века, когда началась эта Нобелевская, эта вся история с компанией Нобелев. Ну, вот так. И прекрасно, жили в черном городе. Да. И во время, как вы сказали, советизации, значит, кто-то из тех, кто был ничем, но хотел стать всем, их дом подожгли, и дедушка, спасая своих детей, семью, погиб. Да, после этого, конечно, семья жила тяжелее, но бабушка была акушеркой. Она ездила по азербайджанским районам и принимала роды. Значит, что меня интересует? Есть ли какой-то сайт, где я могу выяснить точно, кем он работал, где это? Это сайт Ауэр Баку, Ирина Роте. Ирина Роте, мы знаем. Там нет этого, я искал. Нет, там этого нет. Информация должна исходить из семей больше. Если можно, есть такая вот, Бритэ Апстрин, называется Империя Нобелей. Вот там описывается, что трагедии начались даже не в 18-м году, с 5-го по 7-й год было убито очень много работников Нобелей. То есть, вот это вот первая русская революция, которая в Баку примет характер этнических столкновений, она очень жестко пройдется по Нобелевской кампании. Есть книга, вот это Империя Нобелей, может быть, у Бритэ Апстрин что-то есть, я даже у себя мог бы ее поискать, это у меня здесь рядом, очень хорошая книга, но подобного рода информация о семьях должна исходить из семей. Годы жизни, если можно, бабушку, ее имя, отчество, девичья фамилия, опять-таки, годы жизни, если можно, вот коротенькую такую информацию создайте, пожалуйста, и отправьте, либо через Януханом, либо напрямую мне по имейлу, я тоже что-то постараюсь, если у меня что-то будет, я вам дам знать. И какую должность занимал дедушка? Ну вот я хочу именно выяснить, поскольку это была трагедия, потом в семье об этом не говорилось. И вот то, что я слышала, да, потому что это было очень тяжело, ну не знаю, что-то управляющее нефтяными ЦССРами, если такое могло быть. Там была очень разветвленная система. Но это, конечно, очень интересно, и вот я хочу сказать, что более ста лет... Как его звали и на отчество и фамилия, пожалуйста. А, я напишу. Если можно, всю эту информацию. Радкин Григорий, да. Радкин Григорий. И, кстати, фотография еврейского детского сада с Ландау. Это наша фотография. А туда кто? Мама ходила? Нет. Дядя ходил. Мой дядя ходил. Мой родной дядя. Матери братья. Рядом с Ландау. Но мне кажется, что ценность этой фотографии даже не только в том, что там в Ландау, а в том, что до революции в Азербайджане в Маку существовал еврейский детский сад, чего не было вообще, по-моему, нигде в Российской империи. кроме этих местечек, где жили евреи, нигде такого не было. Там была вот эта звенитая система, по какой-то системе педагогической они открыли этот сад. Да, там это, но это, конечно, уникальное. рейдер, это были... Система была как это называется... Фребеля, Фребеля. Система Фребеля. Точно. По системе Фребеля. Да, да. Это, опять-таки, свидетельство того, что это был такой оазис для еврейской общины в российской империи. Да, да. Да, конечно. И до революции, до советизации жили прекрасно. А вот у нас фильм «Балаханы». Я попрошу Егену Харукову заслать. Мама Ландау, который родился в Балаханы, она была в Балаханы акушеркой. Она заканчивала женский медицинский институт, который спонсировала Марта Людвиговна Нобель. То есть женским медицинским... Она была выпускницей этого института, она пристроила там корпус. И Марта Нобель дожила до 71-го года. Она прожила очень долгую жизнь. И вот она финансировала институт. Может быть, ваша бабушка заканчивала этот институт? Потому что таких институтов... Они приехали из Белоруссии, когда началась Нобелевская компания. Она могла окончить женский медицинский институт до 3-го года. Может быть. До какого года дожила бабушка? Она дожила, когда там 60-е годы, наверное. То есть вы ее должны помнить хорошо? Да, да, конечно, мы ее помним. Я что-то рассказывала, где она училась, где она получила образование. Потому что акушерских институт... Был повивальный институт в Тифлисе, институт повивальных бабок. Женский медицинский институт это в Батуми. Кстати, мой папа, который жил в Грузии, в Батуми, переехали они в Баку. Знаете, почему? Потому что дети хотели учиться в университете на русском языке. Это уже 20-е годы. А это было только... Нет, это 30-й, 30-й, 37-й. В Грузии не было. Хотя вы говорили, что в Грузии тоже не было. Университет... Закавказский русский университет, ЗРУ, который грузинское правительство закрыло, а азербайджанское правительство пригласило Василия Алексеевича Разумовского в Баку для открытия Бакинского государственного университета. Вот. И поэтому поехали из Грузии в Баку, потому что дети могут учиться на русском языке. Друзья, я боюсь, что нас прервут сейчас. У нас ограниченное время. У вас есть... Нас сейчас закроют. Есть время, чтобы Фуат прочитал стихотворение. Фуат, пожалуйста. Ну, тогда хорошо. Вношу на ваш суд стихотворение еврейской поэтессы Аделины Адалис. Это Серебряный век. Это Мандельштам, это Анна Ахматова. И она называется Баку. На скорлупе, над самым адом, над нефтью серой и смолой, с белозеленым морем рядом, несущим пламя под полой, где старый шар земной расколот, на жилах взрывчатых пород, построил свой заветный город, неунывающий народ. Пусть для кого-нибудь другого нефть это только нефть, а я, я вкладываю в это слово глубинный смысл бытия, кто понял радуги павлини и перламутровую тушь, и кривизну лазурных линий на черноте мазутных луж, тот превращение законы припоминая видит след свет жизни алый и зеленый в останках первобытных лет, узорных папоротов чаще, луч пролетевшего листка, рогатые птицы взгляд горящий и тяжких ящеров тоска, дым океанов, пламя суши, где в миллионах темных лет горячей нефтью стали души тех, чей давно утерян след, где под давлением могучих, могучим геологических пластах учились нам служить горючим и страсть, и бешенство, и страх над укрощенной преисподней, над миром бури смоленой стоит давно, стоит сегодня Баку, жемчужный город мной, мой, давно прославленный в народе, он праздник жизни для меня и в светло-серой непогоде, и в блеске солнечного дня, и даль кубинки бесконечной, и шамахинки взлет тугой, и ветер, 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 ветер вечный над Абширонской дугой. 1939 год. Аделина Адалес. Огромное спасибо и вам посылает привет и большую благодарность Эдуард Тополь. О, спасибо Эдуарду. Огромное, я помню, как мы с ним гуляли по городу. Да. Замечательная работа про Бисмарк у него. Да, да, он был, всю эту лекцию присутствовал и сейчас присутствует, но он отдельно прислал на WhatsApp, чтобы я вам передала его приветствие и благодарность. Спасибо. Всех благодарю, Фуат, огромное спасибо. Спасибо вам, Едиана Ханин, кто от нас собираете. Да, нам надо было разделить эту лекцию на две части, но что делать? Вам, наверное, и двух частей бы не хватило. Столько информации. Меня вместят с оба мира, я в этих... Было мало, было мало, 74-7, бесконечность продолжения должно быть. Хорошо, в общем, друзья, я вас всех благодарю, до свидания, я закрываю, чтобы нас не закрыли они. Всем большое спасибо и скоро встретимся, опять ждите моих сообщений. 10 августа у нас внеочередная встреча, посвященная бакинцу, великому писателю, фантасту Евгению Войскунскому, который скончался совсем недавно. 98 лет. Да, я пришлю вам сообщение, 10 августа мы встречаемся и выступит его сын, который живет сейчас в Москве, так что будет интересно. Который преподает в бакинском филиале МГУ психологию. А, да? Да, он преподает у нас в МГУ в Баку. Понятно. В общем, я всех вас жду, всего вам хорошего, до свидания и, Фуат, огромное спасибо вам. До свидания. Я закрываю. Спасибо, Игна, спасибо большое. Пожалуйста, спасибо вам. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...